И снова приветствую всех в нашем большом зале. Мы начинаем наш поток и начинаем с темы бизнес-продюсирования. Мало кто из бизнесменов на самом деле осознает, что предпринимательство это тоже искусство. И такое же искусство, как музыка, как театр, как кино. Творческое отношение к бизнесу может добавить колоссальное количество энергии вашему делу и вашим проектам. И наш следующий гость, я уверен, об этом и расскажет. Я приглашаю на сцену Алексея Бокова, опытного продюсера традиционных проектов, телевизионных, кино, театральных, которые не останавливаются и продолжает работать с современнейшими инновационными технологическими проектами. Алексей, прошу. Всем привет. Так, это самая удобная точка. Ох, как крупненько. Всем привет. Меня зовут Алексей Боков. Я продюсер. Но действительно, от классических форм продюсирования, которые вы, наверное, предполагаете и хорошо понимаете, телевидение, кино, театр, музыкальная индустрия. Я уже за эти 20 лет в отрасли продвинулся. И, конечно, сегодня мы поговорим вообще о бизнес-продюсировании. Почему творческие люди предпринимательски подходят к своим проектам? Почему бизнесменам важно творчески подходить? Почему мы хотим выделяться с нашими проектами? Почему сегодня век действительно такого диджитального предпринимательства мы все уходим и в век нашего входа большого в этот интернет-океан мы выделяться хотим? Почему зрелищ все требуют, но при этом большая конкуренция? Нам нужно выделяться с нашими зрелищами. Немножко о классической форме, которая начинается. Соответственно, и переход в... Презентация, конечно, не та, сразу заявлю, ошибка, но неважно. Соответственно, переход в постиндерестриальное общество благодаря этому развил нам новые сферы продюсирования. И на сегодня от классики мы видим, что сначала медиа захватили, современное искусство. Потом плавно перешли интертеймент-индустрия. Даже как таковая схлестнулись отельная индустрия, интертеймент-индустрия. Вы видите яркий кейс Лас-Вегаса, например. Одно без другого не работает. Соответственно, это все стали сферой продюсирования. И для многих успешных продюсеров соединение в этих сферах есть огромное поле деятельности. То есть сегодня, когда мы говорим, допустим, о новом проекте для многих продюсеров, разработавших в медиа, это уже давно не просто выпуск тех или иных продуктов в медиа. То есть мы видим соединение. Если даже вы выпускаете печатную книгу без сайта, роликов, чтения и так далее, уже невозможно. Если мы выпускаем любой продукт на киноэкран и фильм, например, позавчера выпустили фильм «Довлатов» премьера, то мы уже не можем без целой серии вещей, которые соединяет сегодня. И все это работа продюсера. Что есть кристаллизация универсальной формулы продюсирования? Соответственно, когда мы подходим к неким вот этим формам продюсирования различным, когда мы видим наш проект, мы всегда закладываем, я в данном случае с большим опытом уже общения и с аудиторией, и со студентами. У меня образовательный проект. Я 12 лет уже веду собственную школу продюсирования. И на сегодня как бы с автором методики бизнес-продюсирования мы уже с моим партнером Виктором Шкипином запустили историю полного расклада и вот этой карты действий на начальном этапе творческого или медиапроекта или бизнес-проекта с подходом творческим. Соответственно, три кита этой формулы. Идея. Мы сначала продумываем не просто классическую форму идеи, а аудиторию. Работаем с аудиторией, изучаем, что это аудитория. Аудиторию давно не определяем только гендерно, финансово или по геолокации. Аудитория в первую очередь для вашего проекта определяется тем, чем она живет, чем она интересует, что ее мотивирует прийти в ваш проект, либо ваш проект купить. Соответственно, обязательно в идею и в начальное описание проекта закладывается вау-эффект. Закладываются вот все те рояли в кустах, которые вам нужны для запуска проекта. Карта действий. Классическая форма от бизнес-плана до пошаговой карты действий. Как я говорю, если вы на три года элементарно не расписали даже карту действий ваших маркетинговых шагов, то, скорее всего, вы не увидите те или иные действия. Потому что очень многие люди... Почему так происходит? Очень многие люди закладываются в карте действий, в реализации и в маркетинге на некоторый краткий период времени, думая, что что-то изменится. Если мы изначально в продюсерских проектах не видим карты действий до конца, даже если она видоизменяется, в этом ничего нет плохого, вы можете ее менять. Но очень важно видеть до конца вашу карту действий. Соответственно, и третье искусство продажи. Искусство продажи в бизнес-продюсировании. И вообще, я думаю, что во многих бизнес-проектах, которые вы представляете, делятся на две части. Очень важно разделять эту вещь. Искусство продажи привлечения аудитории и искусство продажи удержания. Многие люди очень обращаются с вопросами от больших проектов о удержании аудитории. Например, запускается кинопроект, запускается целая линейка, допустим, кинопродукта или интернет-продукта. И люди не мыслят формой, то есть при запуске используя, ну что у нас классическая в кинематографе, например, ошибка, летняя комедия для молодежи, понимаете. Люди приходят на фильм, трагедия, драма, естественно, не летняя и совсем не молодежная. Плохой сарафан, соответственно, проблемы с кинопрокатчиками и так далее и тому подобное. Вот это классические такие, я прям совсем классические ошибки говорю. Понятно, что очень много таких кейсов ошибок разных в медиа, в стартапах начинающих. И сегодня очень важно, как бы вы не продумывали привлечение аудиторий, чтобы изначально привлечение искусства продажи аудитории срасталось с тем, что удержание. До банально сети каких-то бизнесов, которые впрямую B2C работают, то есть карты клиента, карты вообще аудитории, вашей core audience, то есть вашей целевой аудитории и вашей такой крепкой силы, очень важно иметь вот эту некую карту этого клиента для того, чтобы понимать, чем вы ее удерживаете. Соответственно, и закладывать это удержание в начальный. То есть к чему эти три кита? К тому, что очень важно изначально прописать. Потому что одна еще из классических ошибок при подходе к проектам, это, конечно же, в том, что, ну если мы идею продумали с аудиторией, поговорили, реализацию прописали, даже посчитали, монетизация. Дальше все, что касательно маркетинга, очень часто не прописывается ранее, не продумывается. Соответственно, в этой связи очень много ошибок делается на этом пути. Очень важно на этом этапе, на начальном, прописать так же, как карту действий. То есть прописать все ходы, которые будет вы продавать. Классический пример студентами, которыми я прорабатываю, когда работаю, когда все, ты даешь любой план действия студентам или коллегам, неважно, и просишь описать конкретику, говоришь конкретными словами, что в искусстве продажи, когда маркетинговый круг вы будете прописывать, допустим, в соцсети, пожалуйста, не прописывайте просто, соцсети откроем. Я говорю, знаете, концепции, конкретную идею того, что будет в соцсетях, каков будет виральный ход, что смотивирует. Классически, соответственно, все приходят, мы откроем страничку в Инстаграме или еще что-нибудь. То есть никто не продумывает концепциями. Очень редко, чтобы на начальном этапе проекта люди продумывали привлечением. А это очень важно, потому что в ситуации любой реализации вы потом столкнетесь именно с этими вопросами. То есть, еще раз повторюсь, лучше зафиксируется, очень важно искусство продажи прописывать на начальном этапе. Вот один из инструментов, который очень важно вообще в проектах продюсирования учитывать. Это процентное соотношение актуальности, интерактива и эксклюзива, которое у вас должно быть. То есть, что есть эксклюзив? Это только то, немного ценное, эксклюзивное, информативное или еще в какой-то форме. Пусть у вас будет онлайн-магазин. То есть, хотя бы 10% этого товара должно быть только у вас, даже если вы продаете все то, что продают другие. Если вы медиа, сайт, любой, при любой актуальности информации, которую перепечатывают все в каждую секунду, при интерактиве в соцсетях, имейте хотя бы немножко эксклюзива. И так с каждым проектом, будь то медиа, онлайн-стор или еще какие-либо проекты, вы пропуская через инструмент актуальность интерактива и эксклюзива, в процентном соотношении у вас может меняться. Например, у кого-то 30-30-30, у кого-то 60 на 40 и так далее и тому подобное. Главное соотношение. И, как правило, я могу сказать, что за 20 лет плотной работы эта формула всегда идеально работает, этот инструмент. Формула-инструмент, как удобно. Еще один инструмент, правило трех-и, я его задолго, Дмитрий Анатольевич, правило четырех-и, у него есть такое. Я его всячески разбираю, всячески подаю. И если кто-то тут был, я просто уже встретил пару знакомых лиц на моих лекциях, то они знают, что я кейсы только меняю, рассказываю разные, а правило четко работает. Интуиция — это не образно ваше какое-то метафорическое действие, интуитивное, которое вы все время себя этим удивляете или говорите, моя интуиция меня не подвела. Интуиция можно иметь достаточно прикладным действием. Например, я это делаю уже на автомате, но я все время, когда делюсь этим инструментом, все время прошу, вы, когда очень просто в себе выработать это, когда приходит какая-то первая мысль при переговорах, при совещании, при каком-то важном решении, вы записываете себе в отдельный ноутс где-то эту мысль, которая пришла, и оставляете ее себе. Все, потеряете дальше, потому что у вас видоизменится и мнение, и видение, и что-то. И просто потом вернитесь, и вы увидите, что у вас будет возвращаться, что финально первое, что возникло, у вас будет возвращаться. И вы потом научите вот это первое, чтобы оно вам не мешало интуитивно, а помогало. Вот именно в работе, в конкретных действиях. Что есть информация? Сейчас, на сегодняшний день, важнее иметь, чем 15 личных ассистентов, как мы когда-то все имели, бизнесы росли. Сейчас важнее иметь лучше, ну это я говорю для крупных руководителей, а вы можете это просто делать сами. Иметь правильного помощника по социальным сетям, который лучше информационно, допустим, поможет вам полностью понять, с чем с человеком в переговорах вы встречаетесь, или с той компанией, с которой вы имеете дело, какова жизнь. Потому что даже через информацию сотрудников компании можно понять в социальных сетях настроение и что происходит. То есть правильное получение, умение эту информацию выведать, прочитать, проанализировать, приведет, как правило, даст вам 50% успеха переговоров, либо заключения договоров. Потому что информация это очень сильное оружие в наших руках. Поэтому очень важно туда тратить энергию, очень важно правильно ею пользоваться. Учитесь разным формам получения этой информации. Не классические. Google, бум, первую страницу Google дал, и дальше все. Никто дальше не пошел, и разные формы не попробовал. У меня, например, есть очень известный творческий продюсер Павел Коплевич. У него есть методика пользования Google. Допустим, чтобы правильную информацию, не классические формы слов вбивает, а наоборот все. То есть какие-то вокруг слова и приводят к правильному результату. То есть у всех свои какие-то есть методики, я уверен. Но информация это очень важно, и при всех взаимодействиях с партнерами, с кем-то, очень важно информацией работать. Инновация. Ну, я пример расскажу. В 98-й год я тогда телевизионный продюсер, делаю программу о кино. Тогда не первый канал был. И была премьера фильма «Титаник». Приехал Джеймс Кэмерон в Россию. И после этого был такой небольшой ужин. Тогда был такой российский ресторан, там была галерея. Там Володе Куприянова работы висели, современного художника. Они заключались в том, что на прозрачных пластинах Володя рисовал высотки московские и соединял эти пластины. И вот Джеймс Кэмерон подошел, долго очень стоял и смотрел на эти работы. Я молодой был, наглости набрался, подошел и говорю, Джеймс, скажите, а вот в чем вам так нравится архитектура московская, еще что-то? Он говорит, да нет, это же 3D абсолютно, я сейчас этим занимаюсь. Сказал он в 98-м году, долго до аватара и всех выпусков. То есть инновация это не просто некая форма инновационной деятельности, о которой вы думаете. Инновация это взгляд, визионерский взгляд вперед. Очень часто в данном случае, так же как Джеймс Кэмерон это видел у современных художников, современные формы искусства очень дают много инновационных шагов, очень много инновационных взглядов на жизнь. Если у вас любые формы визуалистики или любые формы современные, которые присутствуют в ваших проектах, не бойтесь современной искусства. Оно не должно нравиться, это не манеризм. Оно должно вызывать на диалог, оно должно каким-то боком быть этим перекрестком для ваших мнений. Поэтому современное искусство очень часто является авангардом к инновационным действиям. Это вам в данном случае скажут многие инноваторы, и вы можете это прочесть в многих инноваторах в их книгах. Роль продюсера быть дирижером. Почему? Почему для бизнесмена-продюсера или продюсера-бизнесмена очень важно быть дирижером? Да потому что я не скрипач, я не играю на виолончели, я даже не бью в барабаны. Но чтобы зазвучала эта музыка-оркестра, чтобы твой проект прозвучал, тебе важно соединить звучание всех этих инструментов. Важно к своей команде, к своим партнерам относиться как к оркестру. Очень важно заставить их звучать в едином порыве с тобой. Поэтому роль каждого продюсера-бизнесмена — это в первую очередь быть дирижером, быть хорошим дирижером и звучать сильной музыкой. Бизнес-продюсирование на сегодня, наверное, один из таких новых методик. Действительно, вот мы запустили курс, как раз-таки я сам Сколковец и профессор практики Сколковой Виктор Шкипин. Мы с ним вместе запустили, потому что мы много лет в сего отрасли. Я с позиции творческого продюсера, и творческие проекты не могут больше находиться в собственном соку. Они должны быть обязательно предпринимательские, монетизированные и успешные. Так же, как бизнес-проекты не могут больше находиться только в позиции бизнесов и соотношении экономической ленты монетизации. Очень важно сегодня выделяться. Вы сами с этим сталкиваетесь. Наверное, поэтому вы участвуете в различных форумах обучения, либо конференциях. И мы на сегодняшний день, наверное, нет ни одного такого встреч с аудиторией, когда бы не было бы вопросов о том, как выделяться, что сделать. Поэтому очень важно творчески подходить, очень важно выделяться. Я, конечно, за 45 минут сейчас не смогу никоим образом рассказать то, что мы за 5 месяцев обучаем. Поэтому я очень кратко. Поэтому, если какие-то вопросы возникли, где коллега, наш ведущий, давайте я попытаюсь ответить. И, соответственно, тогда уже все остальное вне общения на этой сцене. Ага, да, давайте. Да, да, давайте. Оп, сори. Я напомню, что вопросы можно задавать в мобильное приложение. И я его периодически читаю. Пока, на самом деле, ни одного еще вопроса не поступило. Если хотите от меня, я вам задам вопрос. Давайте. Я бы хотел спросить, конечно, вот тот сокровенный вопрос, который вы объясняете 5 месяцев, к чем конкретно выделяться. Но вот если взять регулярного предпринимателя, который не мыслит в формате бизнес-продюсирования. Вот какой бы совет, очень краткий и емкий, вы бы сейчас ему дали, вот возможно, куда пойти, что посмотреть, где вдохновиться, чтобы использовать, перейти к такой вот методике отношения творческого к бизнесу. Ну, вы знаете, вот у нас в начальном этапе встречи в этой конференции была история, был вопрос, там, те люди, которые вдохновили и поменяли видение. И я рассказал такую историю про Аду Лавлейс. Это дочка Байрона. И Байрон, в данном случае, вы все знаете, кто есть Байрон, творческий. Но судьба была зла, потому что очень маленьким ребенком ее бросил, и мать обозлилась на отца. Соответственно, из детства, с 4 лет, девочку репетиторы по математике лучшей Англии занимались ею, потому что она пыталась все творческое начало, генетически заложенное папой, убрать из дочки. И, соответственно, когда девочка выросла, она стала одним из лучших математиков Англии, но творческое начало и гены Байрона не могли не победить. И, прочитая один раз письмо, соответственно, Ада Лавлейс написала язык программирования за 100 лет до создания программирования. Она первый настоящий инноватор в мире. Именно соединение вот этого перекрестка творчества и математического склада, оно и породило вот такое, соответственно, рождение феномена. И сегодня мы пользуемся, видите, всеми этими гаджетами. А вот это написала она. Она написала первый язык программирования, она написала алгоритм, то есть по которому уже потом все создано было. Соответственно, очень хорошо говорил в этом отношении, конечно, так неймдропинг, фраз, он, понятно, всегда часто присутствует. Очень хорошо говорил Стив Джобс, который говорил, знаете, я всегда думал, что я гуманитарий, просто технические штучки люблю. Поэтому, конечно же, вот эти люди, они сильно увлекают. И я честно скажу, что, например, считаю книжку Айзексона Стив Джобс, там лучший бизнес книгой касательно, вообще есть вот учебники, я не очень вот эти 9 способов продаж и так далее рекомендую всегда читать. Потому что, когда ты уже наполнен, когда у тебя есть уже алгоритм, ты можешь легче прочесть, легче пойти. Но в ситуации именно получения результата, вот, допустим, биография Стив Джобса написана Айзексоном, лучший бизнес учебник. Понятно. Но все же, я вот, я так понимаю, что для того, чтобы привнести в свою там регулярную жизнь, возможно, где-то рутинную, вот, и подход к своему бизнесу с точки зрения продюсирования, то есть нужно заняться какой-то творческой деятельностью параллельно, то есть для того, чтобы вот эта энергия, она же откуда-то должна взяться. Вот предприниматель, он не продюсер, да, но вы говорите, нужно стать продюсером, потому что именно так современный бизнес может получить большую энергию и вообще большой толчок. Вот что сделать? Книжку почитать? Нет, ракурс зрения поменять. Потому что, если мы говорим, понятно, что есть много инструментов, конечно же, ну, чтобы научиться инструментарию, нужно пообщаться с большим количеством тех же продюсеров, бизнесменов. Но, по большому счету, то есть, если говорить о подходе, да, то есть поменять ракурс, вы знаете, я не знаю, может быть, кто-то здесь из Санкт-Петербурга и знает, там есть такая очень, я не помню, правда, ее название компании, бетонная компания, знаете, да, наверное, нет, которая по городу ездила, и вдруг в какой-то момент, там, в Петербург приезжаешь, вот бетонные мешалки ездят, и все ромашками раскрашены были. Да, и была такая очень, я помню, ажиотажная история, потому что, если вызывалось у кого-то про бетон, то все вспоминали эту компанию «Ромашка», потому что все бетонные мешалки, вот эта тема была «Ромашка». То есть, они настолько выделились, что больше других просто компаний по смешанной, по продаже цемента не было, понимаете, вот. И какие-то, вот если говорить о таких вот совсем кейсах, да, они творчески подошли, не имея творческий потенциал. И понятно, что на сегодня, там, мы говорим, там, допустим, с вами об онлайн-магазине, там, очень часто сейчас это очень большой сегмент бизнеса, и очень много приходит с онлайн-сторами. Конечно же, там у нас, вот мы изучаем, там, целые, вот, кто из вас там хорошо занимается добавленной реальностью, виртуальной реальностью? Вот насколько вы понимаете, да, если насколько вы, там, используете вот эти технологические вещи, которые, казалось бы, просто виртуально существуют, там, допустим, современные художники используют, в конкретике, потому что я вот столкнулся, знаете, в Азии очень сильно развито виртуальное примерочное. Ну, почему у нас в онлайн-сторах я еще не встречал виртуальных примерочных, понимаете? Потому что сейчас очень много же, там, в процентном соотношении, вот, успешные многие у нас в Москве, я по статистике знаю, и по владельцам многих мультибрендовых магазинов, у них уже на 50-60 процентов в онлайн переходят продажи, то есть они уже намного, намного больше заинтересованы, но понятно, что они такие moguls, да, а вот много начинающих. Чем выделяться, когда нет рекламных бюджетов? Технологиями. Соответственно, обязательно творчески подходить к этому, не только технологии, но и творческий подход к этой технологии. Поэтому это вот один из таких моментов важных. Это прям совет Кириллу, который задает вопрос, как выделиться в сфере виртуальной реальности, если цена отпугивает клиентов. Почему нет виртуальных примерочных? Потому что цена отпугивает тех, кто, собственно, хочет. А Кирилл, видимо, производит как раз подобную сцену. Да, ну вот, Кирилл, я вам могу точно ответить, вот, ну, на сегодняшний день я не знаю там ценообразования именно ваших, вашего продукта. Поднимите руку, Кирилл, чтобы я знал хотя бы с кем разговариваю. Вот, я не знаю ценообразования вашего продукта, но уже это не настолько в данном случае, ну, дорогой продукт. То есть, если виртуально создать, допустим, отдельную, креативную виртуальную примерочную, а не прикреплялку к их магазинам, то, может, они будут пользоваться в данном случае за дешевле. То есть, надо смотреть не только как цельный продукт. Создайте свой, пусть они на вашу платформу приходят. Сделайте такую притяжение, точку. Вы знаете, как колл-центры в свое время обогатились, все первичные. Когда страховые компании давили рекламой всех, а первичные колл-центры продавали по 50, по 100 долларов звонок самим страховым компаниям, а выкидывали огромные, они по бросовым покупали медийную рекламу просто легкими компаниями творческими. Соответственно, а дальше ты звонишь по рекламе в этот колл-центр, не зная, что ты звонишь неконкретной компании, а тебя переводят на конкретную компанию и получают деньги с них. То есть, вот вся индустрия нише возникла просто на творческой идее. Побросывать цене, купить остатки рекламного времени, запустить легкую компанию и так далее. То есть, очень много таких нишевых вещей. Они недолго живут, в них легкий вход. Как только вы создадите хорошую творческую идею этой виртуальной примерочности, тут же за вами повторят еще 10. Но не бойтесь, не бойтесь. Не обязательно монополий создавать. Я очень в этом отношении много различных областей прошел. Я очень двигаюсь и постоянно. И сейчас как вот этот стык культуры и инноваций. То есть, занимаюсь именно таким челленджем культурных проектов в инновационном поле. Не бойтесь создавать, пускай повторяют за вами. Значит, ваша идея успешна. Не держитесь за нее, потому что очень часто все сидят, как защитить. То есть, уже пока они думали, как защитить, уже проект кто-нибудь другой придумал, потому что все на поверхности еще плюс ко всему. Поэтому вот такой мой совет. Расскажите про свой российский кейс продюсирования какой-нибудь, который вам больше всего нравится, или к которым были самые большие проблемы, которые приходилось решать, чтобы это было любопытно, и какие в итоге были результаты. Желательно, чтобы это было поближе к бизнесу, нежели чем к творчеству. Российский проект. Ну, я в России работаю, у меня все российские проекты в основном. Значит, какой-то из них. Да, чтобы трудно было решать, наверное, нет. Я потому что ко всему отношусь как к рабочему моменту. Все проекты достаточно для меня интересны. Поэтому я не знаю. Последний. Последний сейчас. Сейчас такая достаточно новая тема, интересная. Я занимаюсь уже несколько лет хакатонами в области культуры. То есть мы сделали в рамках форума инноваций, сделали первый хакатон, связанный с кино и телевидением, на основании чего СТС запустил второй, уже второй экран и так далее. Очень многие идеи. И вообще, это такая тема. Дело в том, что в России культурой, инновациями никто отдельно не занимается. Соответственно, для меня очень важна тема, потому что я в первую очередь, конечно же, культурно-медийный продюсер. И для меня очень важна тема в том, что в Америке просто нету Министерства культуры. И культура живет своим и очень прогрессивно в этом отношении. И она также может абсолютно граничить с финансовыми и индустриальными. В нашей, так как у нас культура поддерживается государством, предпринимательским таким бытом в культуре никто не занимается. Поэтому я занимаюсь вот такими конкурсами и питчингами культурных проектов, инновационных культурных проектов. И создал такой бренд, как Культурный Код. И очень интересно. То есть мы сделали там с урбанистикой и со стрелкой совместно. Мы сделали в рамках архитектурного бинали первый хакатон архитектурный, где действительно архитекторы первый раз встретились с разработчиками, не понимая до этого проблему одних и других, где они на друг друга смотрели. И очень интересные были результаты. Но понятно, что, то, что называется, наверное, проблема в вашем вопросе, какие сложности, какие сложности, непонимание пока. У меня каждый, например, человек, который там в ситуации каких-то, я чиновников не буду обижать, ладно, даже крупных компаний, я к слову хакатон произношу, они не знают. Они говорят, а что такое хакатон? Это первая сложность, с которой я сталкиваюсь. Потом начинается, что такое лифт-пич, что такое питчинг? Сейчас мы сделали с Innovation Hub, такой проект запустил Angel's Day, называется, заключается он в том, что есть огромный пул ангелов-инвесторов, которые хотят уже участвовать, но они не готовы, потому что венчурные фонды, то есть у нас очень большой гэп между венчурными фондами и инвесторами. А люди, зарабатывающие, заработавшие небольшой капитал, хотели бы попробовать себя в начальных проектах. Поэтому я сделал вот такое, мы будем раз в месяц встречаться, где я скаутить буду новые проекты, интересные для ангелов, которым нужны именно не венчурные, не первый и второй круг, а нужны ангелы-инвесторы, которые вместе с ними могут строить и начинать. Вот такой темой озаботился сегодня и с удовольствием ее прогрессирую. Но там, соответственно, уже какие-то формы, как говорится, нахожу. Например, лидерами, так как проекты часто начинают, не могут говорить так, вот так встать перед пятьюстами людьми и общаться, правильно? Не все могут. Вот кто-то из вас может, а кто-то нет. Поэтому я придумал такую форму, что у них будет каждый раз, будет такой, ну мы про современный инновационный язык, то есть у них будут фристайл-рэперы представлять их проекты и читать рэпом будут, объявлять их проекты. Поэтому вот у нас уже Мистер Рэпак, Мунстар, уже представили несколько проектов, уже вот такая история, что они с аудиторией, как бы язык с аудитории находили. Ну то есть вот как бы найти тот коммуникационный язык, потому что что есть питчинг и вообще объяснение проекта? Ну, представляете, выходит человек, он боится, еще должен сказать, что ему 40 миллионов рублей нужно. Ну, поэтому, а как бы арыпак это донес фристайлом и так далее? То есть формы, надо искать все время новые, это про то же самое, но творческий подход. Это то, о чем вот я говорю. Это вот ничем не отличается. Просто ищите, как выделиться, как захватить внимание, как смотивировать вас отреагировать или не уйти, например. И отсюда продолжение, прям очень тематический вопрос. Если появилась идея, как творческую идею оценить, насколько она там масштабна, насколько она сработает в текущем деле, как вообще не промахнуться вот в этой части? Вот это к трём китам. Я могу вернуться сейчас назад. Просто вот это ровно про это. Вот если вы прописали искусство продажи, если вы творчески в данном случае поняли, какие ходы делать, вот там будет вся карта масштабирования, потом встанет сюда. В этом и проблема в том, что очень часто мы задаемся вопросом масштабирования, не просчитывая как бы вот этот весь маркетинговый круг. Я его называю такой инсе, потому что это всё про нас. То есть туда должен включать и промо, и пиар, и весь электронный маркетинг. То есть везде всё отдельно продумывается. Но он весь должен быть в начале пути вами набросан. Вы понимаете, чтобы большая картина состоялась, например, Иванова, да, он 140 эскизов написал, прежде чем сложить это воедино в одну картину. Здесь всё то же самое. Очень надо много продумать, даже если это видоизмениться в конце. Вы отпугиваете сейчас предпринимателей, у них нет времени на продумывание. Не на продумывание, а на испытание идей творческих, тем более. Нет, испытание — это другое. Продумать в своей голове и прописать до конца. А, то есть это уже залог успеха. Да, это в данном случае тогда у вас хотя бы будет общая картинка. Вот о чём я говорю. То есть создать вот эту карту действий и создать вот эту картину для себя, даже если она будет... Не бойтесь, что видоизменяется. Ну, во-первых, не бойтесь брейнстормить, вообще общаться с людьми и получать какие-то советы. Даже если это будет наполнено чужими мыслями, но увидеть надо картину до конца из разных эскизов, только тогда она сложится в вашей голове. Такой вопрос. Вот, вернее, не вопрос, я хочу, чтобы вы сейчас пояснили, потому что вопрос задают. Что же такое бизнес-продюсирование? Потому что вот сейчас из этой вот части кажется, что это просто project management, то есть управление проектом. Да, действительно, мы всю жизнь управляем проектами, мы знаем диаграмму Ганты, мы понимаем, что зачем ставить, что надо просчитать его, весь выстроить в таймлайн и делать вовремя нужные вещи, знать, что я делаю там через неделю, потому что я делаю сегодня что-то такое. А в чем, собственно, соль именно бизнес-продюсирования? Это часть бизнес-продюсирования, как один из инструментов. А вот это бизнес-продюсирование. Я просто повторюсь. Ну, конечно, очень важно, чтобы это звучало. То есть, соответственно, вам очень важно соединять несоединимое, потому что каждый из инструментов может звучать отдельно, но только благодаря соединению всех компонентов, всех команд, партнеров, вы будете звучать оркестром. Вот я не понимаю. Действительно, это звучит классно. Ну, то есть быть дирижером своего коллектива и направлять его, используя для этого что? Используя для этого свой творческий потенциал, или которого, возможно, нет. Хорошо. У вас сейчас больше упрямства, чем понимание. Вы были когда-нибудь на концерте классической музыки? Конечно. То есть вы видели, как дирижер работает? Да. Что вы должны понять про работу дирижера, когда его смотрите? Инструментальное выступление оркестра. Я это сейчас очень хорошо понимаю. Я хочу вас передать в практику. То есть, понимаете, бизнесмен не может прийти в офис и начать махать здесь жесткой палочкой. То есть, вот я хочу вас перевести в практику. Ну, понятно, что язык метафор. Вы сейчас пытаетесь, чтобы я сказал, как я общаюсь, что такое эмоциональный менеджмент. Ну, я в него уже слабо себе верю, потому что 20 лет назад, 15 лет назад даже, я помню, все читали лекции про эмоциональному менеджменту, и я очень хорошо помню крупных руководителей, да и я сам, которые искренне говорили на лекциях. Вы знаете, я 80% трачу не на фактическую работу, профессиональную свою, а на то выяснение, как чувствует кто-либо из моих команды, сотрудников, партнеров, клиентов и так далее. Я думаю, что на сегодняшний день уже немного мы уходим от статистики просто, так как в аджайловске мы уже все живем вне офиса, мы все уже работаем онлайном и руководим на расстоянии часто проектами, поэтому здесь уходят от вот такого персонального коммуникационного. Когда-то действительно это было очень важно, чувствовать всех лично и участвовать в их истории. На сегодня, наверное, это все же правильно некий алгоритм, правильно взаимодействие в звучании. То есть если ты видишь, что у тебя кто-то выбивается из инструментов, я понял, вы метафору не любите, кто-то из проекта, то есть кто-то перетягивает на себя, не дотягивает, очень важно настроить. То есть прописав этот алгоритм и работая со всеми, и здесь не только ваша команда, это очень важно и взаимодействие любое, потому что вот эти выпадания черной дыры очень часто у партнеров, у взаимных любых, как бы у тех же клиентов выпадание идет. И очень важно соблюдение, чтобы все звучало. Да, вот теперь гораздо более понятно, спасибо. Тут есть несколько вопросов. Разжевал. Я специально просил, потому что вы просто не видите вопроса, я вижу, поэтому я и вытягиваю вас на какой-то материальный уровень. Вот такой вопрос. Как бороться с плагиатом? Копированием своих уникальных творческих идей? Очень есть четко. Ну вообще как бы ниши, просто они придумываются понятным образом, что либо если не придумываются в этой стране, то придумываются где-то еще. Вы можете в данном случае копировать западные истории успеха и абсолютно их повторять. Допустим, там в телевидении свое время, то были англичане, тренды задавали, потом Азия очень много задавала, потом перешло опять в Америку все, и так далее, и тому подобное. Здесь очень важно определить для себя, насколько вы готовы держаться, потому что установка вот этих преград по копированию, как вам кажется, оно может остановить ваше масштабирование и развитие. В какой-то момент, я вот, например, рекомендую, потому что те, кто не может масштабироваться сами и боятся копирования, лучше найти партнера и наоборот масштабироваться еще сильнее. То есть использовать это как ход. То есть наоборот, чуть ли не выдать франчайзинг на эту идею, понимаете, легче ее дать в ходу, тогда она вместе с брендингом за меньший процент. Лучше иметь 20-30 процентов от первоначальной вашей идеи, чем 100 ни с чем остаться. Поэтому я считаю, что в ситуации сегодняшнего входа информации это устаревший инструмент держаться за уникальность твоей идеи. Я считаю, что нужно в этом случае лучше масштабироваться через те или иные проекты, ну франчайзинговые и вообще как бы распространение идей. Это намного эффективнее работает. Вот в долгую, очень много проектов анализировать, это работает эффективнее и больше денег заработаешь. В общем, с плагиатом надо не бороться, а возглавить его. Либо дистрибьютировать, правильно? Такой вопрос, мне кажется, вы хорошо на него сможете ответить. Как бороться с творческим кризисом? Вообще есть такое понятие? Ну, у бизнесмена всегда есть кризис, наверное, да? Творческий, не знаю, не творческий. У творцов это немножко по-другому. Я бы сейчас творческий кризис у творцов бы не трогал, потому что у них через кризис получается произведение. Понимаете, там я работаю со скульпторами, например. Ну, а если кризиса не будет, не создаст сегодня тот или иначе уникальный шедевр. Поэтому немножко это другие. А у бизнесменов я всегда говорю одно. Если вдруг у меня какая-то мысль, не знаю, грустная, не грустная, или, как вы говорите, кризисная возникла, значит, освободилось место для чего-то сделать. А я еще столько языков не учил, еще столько не посмотрел, не прочитал. Поэтому нету как бы элемента борьбы. Лучше лишний раз пробежать 10 километров, пройти. Ну, то есть… Не надо рыться в своей пустоте. Нет, если это пришло, мне кажется, это вот как бы место для чего-то еще. То есть я считаю, что это в данном случае прекрасный сигнал для того, чтобы пойти что-то новое выучить, посмотреть, пробежаться. Еще такой вопрос. Вообще вот то, о чем вы говорите, очень похоже на брендинг. Вот есть ли это одно и то же… Бренд-авернесс, нет. Брендинг и бренд-авернесс – это абсолютно два разных термина. Все-таки узнавание бренда и через те или иные ходы, если у вас нет больших бюджетов, по большому счету, о чем я говорю. Я говорю, не тратьте деньги на прямую рекламу. Даже есть два пути. Вот большой инвестор и большой бюджет на прямую рекламу. Либо создание творческого подхода, создание различных правильных ходов в маркетинговом смысле, которые создадут вам узнавание бренда. Опять-таки, узнавание бренда. Потом для масштабирования еще какой-то, может быть, какой-то новый ход нужен, может, нужна. Иногда прямая реклама нужна. И если вы, как вы правильно говорите, уникальную идею масштабируете, у меня вчера буквально был один кейс на разговоре, я как консультант его просто, они очень хорошо создали бренд одежды, всю историю сделали западную. То есть побоялись масштабироваться и вложить. То есть даже пришел инвестор с вложением, перекинулись, и все, и сгорели, не смогли. Потому что очень вот этот переход и вот это желание, ой, мы потеряем процент. И вот, как я сказал, 100% ни с чем остались, чем остались бы 30-40% владеть уже международной крупной компанией. Потому что там была конкретная история развития на Азию и там китайское производство. И вот очень часто вот это бывает. И поэтому бренд-аувернесс они создали, но уже как бы историю развития бренда, она вполне возможна, что второй, третий круг нужно пересматривать. Поэтому, конечно же, если вы расписываете карту действий на не project management, project это краткосрочное. Если вы рассматриваете как бизнес, конечно же, там очень важно в этом отношении иметь некие профессиональные знания. Я сам человек, закончивший из Колково и ездящий в Стэнфорд и в различные университеты. Вообще, это одно из, кстати, тоже очень рекомендаций. Не останавливайтесь обучаться, не бойтесь этого, не бойтесь получать информацию. И очень важно иметь такой инструмент безоценочного восприятия информации. Мы очень много оцениваем, нравится, не нравится нам спикер или преподаватель, ставим тут же себе заслоны. Безоценочное восприятие информации позволяет даже у негативного вам спикера очень много функциональных вещей поднять. И вообще, первое, что начинаю со студентами, им ставлю двойки или штрафую за слово «мне нравится» или «мне не нравится». Я вычеркиваю из их лексикона слово «мне нравится» и «мне не нравится». Я их максимально стараюсь. Вам очень подняться одного раза невозможно передать, но как совет, может быть, вы кто-нибудь услышите. Проверим еще одну практичность. Спасибо. Вот спрашивают. Скажите, каким образом можно выделиться в сфере концертной деятельности? Например, симфонического оркестра, который играет рок-хиты. Вот такой совет массы. Ну, это уже нестандартный ход. В данном случае очень много. Понятно, что, мне кажется, хор нашего МВД, знаете, за «Упс, I did it again» знают больше, чем за те бравурные хиты, которые они исполняют. Это хор Министерства внутренних дел, который очень прославился тем, что они «Бритни Спирс» перепели. Но это сам по себе уже нестандартный ход. Другой вопрос. Если фан-вопрос, это да. Если вы говорите о монетизации и продаже билетов, то это уже немножко другое. Понятно, да? То есть фан, ну, понятно, что можно раздеться, еще что-то. Но я не про это же немножко говорю, когда я говорю о творческом подходе к бизнесу. Я же говорю сразу о карте действий. Что ваше творческое? Почему, кстати, опять возвращаясь к «Тремке» там? Вот если вы такие творческие подходы или такие творческие ходы продумывать, вот заранее, не фаном, и вы увидите, что они противоречат вашему бизнесу, монетизации о том, потому что вот это то, что вы пошалить захотели, а здесь инвестор не проинтергирует, здесь какой-то партнер медийный, здесь вы элементарно можете, а вот здесь про нас, если мы вот так сделаем, коммерсант не напишет. Или еще, поверьте, я как человек, я еще, я занимаюсь образовательным проектом много лет. У нас, например, есть Академия журналистики, коммерсант, я вице-президент Академии журналистики. Я также обучаю журналистов, как и бизнесменов. Я все время говорю об этой мотивации журналистам, как писать про это. Так же, как продюсерам говорю, как заставить журналистов писать про это. То есть шалость ради шалости ничего не принесет. Очень важно продумывать сразу, даже если вы виральный маркетинг продумываете, и у вас тут много, я вижу по лекторам, которые учат вас виральности, учат вас мотивировать. Но это должно укладываться в эту систему координат. Это должно мотивировать, с одной стороны, но не отпугивать с другой. Я ответил вопрос про оркестр? Надеюсь, не знаю, здесь ли. Так, я бы вот какой вопрос задал. Совет начинающим. У нас еще немножко времени есть. Чем зацепить клиента или инвестора? Ну то есть вот начинающий предприниматель, видимо, с творческим началом пока не очень, или просто сомнения в своих силах? Может быть какой-то совет, кроме прочитать рэп? Рэп точно не прочитайте. Если вы хотите инвестора зацепить, если у вас встреча один на один, и вы уже добились этой встречи, вот здесь, пожалуй, информация. Я все время говорил об этом. Это самое важное. То есть если вы четко понимаете, чем живет этот человек, что он, ну просто вы через соцсети все можете узнать. Я очень многих результатов добивались. Просто я даже делал такой эксперимент, назывался этот инструмент, назывался тыблочка попадания. Дело в том, что у меня студенты один раз не поверили, что там была одна студентка из охраны окружающей среды. И вот образно там была история спасения там амурского тигра. Там был другой животный, но я не буду говорить просто, потому что кейс потом в реалии получился. И они мне доказывали, что невозможно. Вот этот олигарх никогда не прочтет это письмо от окружающих. Вот мы его послали, оно осталось там, до секретарей не доносят. Я говорю, спорим? Спорим. Они из четырех людей создали, соответственно, то есть выяснили про анализе информации, какие газеты он читает, что он смотрит и так далее. То есть какой он портал просматривает. Через разные интервью, через интервью его помощников и так далее. Ну, я не помощник, руководитель компании. Очень проанализировался четкий срез, что он. Я говорю, вот уже у вас пять есть всего входов, вам не надо образно куда-то. Ну, и дальше любыми попаданиями. Либо блогом каким-то, что амурский тигр нуждается в защите, либо таким вопросом, ой, про что-то, про бизнес. И амурские тигры, кстати, тоже. То есть где так должен этот тигр прозвучать? Ну, что вы думаете? Это длинный кейс, который я там час рассказываю, но кратце, через два месяца они получили ответ и получили финансирование от этого олигарха. Они не верили до конца, и это такой кейс был, конкретно и показать им, что вот можно силами, пятью людей при интенсивном, правильном написании слова, правильном отношении к медиа, правильным отношением к входящей информации можно получить результат. Потому что нету такого, любого, который не знает, что у него происходит в компании. Если на его имя приходит письмо, то есть это понятно. Просто он увидел это в пространстве в другом, поэтому это срослось. Поэтому вот если вы хотите зацепить, зацепите, вы сначала проанализируйте все про него, и вы поймете, чем вы его зацепите. Потому что, может быть, он хороший отец и очень много уделяет своим детям. Может быть, просто с предложения о ребенке начать. А может быть, спорт, а может быть, еще какая-то зона интересов. Очень много можно чем. Здесь главное вот эти крючки. Я называю, вот то, что мы называем мотивацией, я называю, как подсадить крючок. Потому что мы все рыбаки и все вытягиваем эту золотую рыбку. Поэтому вот эти крючки, как бы эмоциональный фундамент некий. Очень важно как бы цепляться. Вот эмоции – это хороший крючок. Не бойтесь ее, но не педалируйте. Какие точки в Москве, геолокационные имеется в виду, вы бы порекомендовали посещать, где представлено наиболее национное искусство, чтобы вдохновляться новыми идеями? Ай, точки. Точки геолокационные. Но смотрите, наверное, немножко по рейтинг. Потому что понятно, что есть МОМА, понятно, что есть Свибловский музей, понятно, что есть ГЦСИ. Но очень часто какие-то выставки происходят в небольших, допустим, там, как-нибудь Орехов галереи или еще что-то. Ну, то есть какие-то конкретно, конечно, все крупное происходит в музеях. И, конечно же, если вы там следите за современным искусством, то обязательно смотрите. Но просто если гараж музея делает выставку, то он ее делает надолго. Ну, вы сходите, раз в полгода это вам не сделает. Надо хотя бы раз в месяц себя заставить просматривать все. Поэтому просто открывайте современное искусство и смотрите. Очень важно, что, какие выставки, где происходят. Потому что не идите только в три, в четыре музея. Потому что у нас современное искусство, у нас даже, представьте, там из трех тысяч, по-моему, кафедр искусства в стране, там, по-моему, современным искусством две только обучают и то нет. У нас нету этой индустрии, к сожалению. Ни индустрии обучения, ни индустрии вообще все, что касается арт-продюсеров и так далее. Я в 2000-м получил, есть такой фестиваль Серебряный венок, который проходит во время, церемония, который проходит во время фестиваля мода и стиль фотографии. Я получил как арт-продюсер в 2000-м году этот Серебряный венок. Так что вы думаете, этой номинации больше нету? Никто арт-продюсированием не занимается, индустрии нету, потому что, к сожалению, ну как бы у нас это в академическом образовании не заложено. Поэтому современное искусство у нас достаточно архаично. На Западе вообще не бойтесь, ходите, смотрите музеи современного искусства максимально. Вот начинающие, успешные, талантливые музыканты, профессиональный композитор-песенник, вокалист и пианист Андрей Акишкин и Оксана Акишкина спрашивают, какие инструменты для своего продвижения вы бы посоветовали использовать? Не ожидал, что у нас музыканты. Почему нет? Вы все время не ожидаете. Люди, на самом деле, творческих профессий тоже. Это комплимент людям. Это круто. Нет, я не ожиданием. В данном случае, ну, мне сложно, конечно, без творчества смотреть, я такой унифицированный, наверное, предложу. Если вы чувствуете, что очень много, что это уже не Blue Ocean, да, и вы чувствуете, что очень много входящих историй, если ваши какие-то ролики, какой-то контент не захватил в интернете и вам нужен какой-то совет, как продвинуть этот контент еще, потому что действительно очень большой вход сегодня. Какой бы талантливый ни был человек, там, веральностью, даже талантливый продукт не всегда обладает. И нужно делать какие-либо ходы, чтобы было более вероятнее, чтобы это захватило аудиторию. Попробуйте, с чем соединиться. Знаете, вот, как ни странно, в музыкальной индустрии, например, какой-то очень ход, я не знаю, вдруг не... из другой совсем, я не знаю, электронная музыка, да, электронный диджей соединяется, когда с такими, какими-то вещами, и вдруг это работает для привлечения внимания. Или еще каким-то нестандартным ходом, с чем-то другим совсем. Поэтому, вот, с учетом, что вы, например, здесь сейчас на Битриксе, я не знаю, может быть, это с каким-то программированием. То есть, найдите какой-то другой ход, не только бить в одни ворота вашей классической формы. То есть, какое-то еще соединение, поищите вокруг вас какое-то соединение, поищите какую-то область, где неожиданно вы можете выступить, где никто не ждет. И тогда, может быть, вы прозвучите и вернетесь к своему мейнстриму, к которому вы бьетесь. Наверное, последний вопрос я задам. Вот, кстати, Брайан Ина все-таки стал самым известным композитором после того, как Microsoft написал на-на-на-на-на-на-на-на-на вот эту фразу. То есть, я считаю, что в данном случае очень многие узнали о нем как о композиторе после этого. Понятно, что сегодня уже мы, наверное, вспоминаем о нем, но все равно. Речь опять про творчество и про таланты. Как выделять талантов, как находить талант, особенно если, ну, как бы нужно найти среди большого количества людей действительно талантливых, как его распознать руководителю, который нанимает себе человека? Распознать. Ну, мне кажется, талант, он не запертый какой-то история. Не пытайтесь распознать таланты. Талант сам пробьется и вот, как бы, распознавание талантов в творчестве это одно дело, потому что очень многие закрыты и очень много от психологизмов, интровертизма связано. В бизнесе талант виден и как бы и пробивается. Другой вопрос. Очень часто, если вы боитесь это вот в вашем какой-нибудь в кругу в команде, да, талант не обнаружить или обнаружить. Здесь очень важно адекватно вот это не перепутать те, кто очень слишком пытаются просто показать себя ради показать себя, а те, кто по-настоящему как талант. Я, еще раз, мне помогает безоценочное восприятие. Там вот, как бы человек мне не нравился, если он показывает себя, я пытаюсь безоценочно. Вот насколько функциональная информация, насколько его алгоритм работает, какой у него KPI, сколько он приносит реально или не приносит, да, потом очень важно, например, тандемы. Все вообще, если вы посмотрите, разберете всех немножко, всегда есть тандем, даже очень яркий человек, у него кто-то есть, кто очень тихий или два ярких. Вообще тандемность очень важна. Когда вот тандемы рушатся, сразу угасает немножко. Вообще не бойтесь, если кто-то с вами в тандеме идет или за вами. А в тандеме всегда кто-то первый, кто-то второй. Это тоже не страшно. Но вот в бизнесе и в проектах очень часто с разными людьми разные тандемы организуются, поэтому такое количество проектов можно делать. Например, благодаря тандемности можно сразу пять-шесть проектов иметь одновременно, потому что у тебя всегда есть как бы там вторая половина. Опять-таки, не бояться вот этого, чем сто процентов сидеть на стогу сена, лучше иметь доли от сундуков золота. Спасибо большое, Алексей. На этом вопросы... Спасибо вам. Спасибо вам большое за ваше творчество и за эту лекцию. До свидания.